В этом видео хотелось поговорить и рассмотреть худшие интершкольников. Сегодня утром из базы многих компаний слили 50 тысяч служебных промокодов, крупнейших сервисов, купоны на бесплатную еду в Макдональдс, Ютуб Премиум, пожизненная подписка, ВКБУМ, подписка до 2025 года, промокоды Яндекс.Такси на поездку за 1 рубль и также много других промокодов. Я уже проверил и получил на халяву Ютуб Премиум, поэтому срочно заходите в телеграм-канал Поблату, туда все это свели. Ссылку я оставлю в описании под роликом. Активируйте промокоды, пока все еще не разобрали. Я думаю, что в детстве каждого школьника, который смотрел Ютуб, который создавал свой Ютуб-канал на Ютубе и шел смотреть всякие видосы о том, как стать видеоблогером, эти туторщики, конечно, могли говорить, что если ты ведешь свой канал, то у тебя обязательно должна быть аватарка канала, шапка канала и, конечно же, ты не станешь видеоблогером, если у тебя не будет крутого интро. Я вот, знаете, даже серьезно взял и сделал интро для этого видеоролика, который я вам покажу вот-вот. Сам я создал первый канал в 2014 году, был я тогда в классе в четвертом. Сначала просто снимал летсплей по Майнкрафту, Террари, а также другие игры, которые были тогда популярны, всякие Shadow Fight 2, FNAF и, в общем-то, прочие. Начиная снимать первое видео на планшете, таким образом я постепенно переходил на компьютер, но перед этим я даже учился хоть как-то монтировать видео на планшете. На тот момент особо хороших монтажек для смартфонов и планшетов не было, поэтому максимум, что я мог себе позволить, ну, в принципе, я ничего себе позволить не мог. Но были там всякие слабоватенькие программы, которые мне максимум позволяли добавить текста на видео, да еще и учиться нужно было на них монтировать. Так, постепенно я перешел к съемке видео с компьютера, а там-то передо мной открылся мой любимый Sony Vegas, который частенько крашивается во время монтажа, который часто зависает во время рендера видео, но и при этом эта программа лучшая, несмотря ни на что. Так я и стал постепенно заниматься монтажом видео с помощью Sony Vegas, а также делать превьюшки для видео, картинки для видео с помощью уже фотошопа. Но вот чего мне, конечно, не хватало, чтобы стать реально крутым блогером правильно, крутого интро. Я, конечно, в то время также считал, что без крутого интро дела никак не пойдут, интро должно быть просто обязательно. Ведь оно у всех блогеров-миллионников есть. Ну ладно, на самом-то деле оно не у всех есть, даже тогда мало кто из крупных блогеров использовал интро. Ну и давайте я вам уже продемонстрирую свое интро, которое приготовил специально для этого видео. Теперь это я думаю, что уже наконец смогу стать видеоблогером, ведь без интро у меня бы ничего не получилось. Возможно, теперь я смогу достичь отметки в 100 тысяч подписчиков. Кстати, если ты не подписан на канал, подпишись на канал, чтобы помочь мне достичь эту отметку. Ну давай, подписку за интро. В общем, мое интро отныне я видеоблогер. Ну как вам мое интро? Можете написать в комментариях свое мнение об этом прекрасном интро, как считаю я. Вот если бы школьники делали хотя бы такие интро, даже несмотря на то, что они все достаточно шаблонные, всем уже наскучившие, но все-таки без интро, как говорится, блогером не стать. Именно поэтому буду делать как все и вам советую. Но те интро, которые мы рассмотрим с вами прямо сейчас, даже в сравнении с моим интро, близко стоять не будут. Я честно не понимаю, как можно было сделать такие убогие интро, да и вообще, как их можно называть после этого интро? Ну и давайте уже рассмотрим одну из таких интро. Вот мне после просмотра этого интро хочется задаться вопросом. Что это сейчас вообще было такое? Они показывают интро на планшете, при этом они снимают это интро на видеокамеру дешевого смартфона, судя по всему. Ну почему они не скачали с Play Market какую-то программу для записи видео с экрана? Ну сейчас даже бесплатных программ на просторах Google Play вообще полно, чтобы записать видео этого прекрасного интро с экрана. Да, возможно там будет какая-то надпись с названием этой программы, но сейчас это нормально поискать, полно и бесплатных программ, где нет этих надписей. Ну согласитесь, что лучше пускай там будет какая-то надпись на видео, чем снимать свой интро на камеру какого-то дешевого смартфона. В итоге даже вообще непонятно, что происходит в этом видео. Я уже даже не говорю о том, как вообще видно это интро, которое они там показывают. Так это только съемка этого интро, что вообще можно сказать о самом интро? Пацан сделал надпись в Майнкрафте. Да, супер. И это, конечно же, надпись, скорее всего, названия его канала на ютубе. После чего вот это вот интро снимается на камеру смартфона. Он кидает зелье опыта на эту надпись, на фоне играет музыка с басами, все как у настоящего интро. Также самое главное не забыть поставить пердящую громкую музыку, чтобы придать еще больше крутости этому интро. Комментарии на тему этого интро у меня закончились. Предлагаю перейти к следующему интро, который будет даже каким-то революционным, что ли. В следующем интро хотя бы сделали анимацию и добавили текст не с помощью Майнкрафта. Быть может, этот интро все-таки не будет таким плохим? Давайте же его рассмотрим. Вот как считаете вы, это интро лучше предыдущего или хуже? Потому что, с одной стороны, в этом интро есть хотя бы какая-то анимация, добавлен текст, который, как по мне, все-таки, конечно, странно оформлен. Но все же, здесь хотя бы видно, что школьники не просто там построили надпись в Майнкрафте, а сделали даже через какую-то программу анимацию и добавили текста. Этот текст, скорее всего, конечно, название канала. Но что, конечно, с самого начала вводит в какое-то непонимание, зачем они 10 секунд смеются на камеру. И только уже после чего они поворачивают камеру в сторону, где лежит их планшет и уже потом запускают это интро. Вот они вроде бы использовали программу для монтажа, почему они не могли вырезать вот это вот вступление? Они где-то видели такое интро, которое, во-первых, снимается на камеру, тут осталась та же проблема, что и у предыдущего интро. Почему они не могут скачать программу для записи видео с экрана? Эти же школьники додумались, судя по всему, с помощью какой-то программы сделать анимацию, накидать текста. Но вот почему они все не могут додуматься скачать программу для записи видео с экрана? Они типа не знают о существовании таких программ? В принципе, это интро все-таки будет лучше предыдущего. Тут хотя бы нормальное освещение, интро нормально видно. Вот еще бы его и сняли нормально через какую-то программу по записи видео с экрана, хотя зачем это вообще снимать? Там, скорее всего, просто уже срендеренный видос. Но в целом, несмотря на те косяки, которые наблюдались в предыдущем интро, и в этом наблюдаются косяки подобные тоже, в целом это интро сделано лучше, хотя я не понимаю, почему они снимают свой интро таким образом с камеры мамкиного телефона? Почему они не знают о существовании программ для записи видео с экрана? После просмотра этого интро хочется задаться вопросом, что это вообще такое? Опять же, это интро снимается с какого-то телефона, сначала нам показывают экран ноутбука, где включена модная музыка, такая басистая и громкая, но, как обычно, используют во всех интро. Несколько секунд мы наблюдаем обложку этого трека, который играет на фоне, а после чего вот этот вот парень, который все это снимает, поворачивает экран влево, где стоит упаковка каких-то чипсов, и после чего на экране появляется надпись, и это название канала этого типа. Я даже, кстати, заютубил это название, такой канал в действительности существует. Ну и давайте же рассмотрим, что он там такое снимает. Интро для Мистер Биста, интро для Мистер Биста 2, первый игровой клип Destiny 2. Ну и давайте же разберем, это интро, которое выходит на какой-то даже совершенно новый уровень. Здесь все так же, как в предыдущих интро, снимается интро на камеру телефона, для меня лично это очень забавно. Но это интро выходит на какой-то абсолютно новый уровень безумия, потому что в этом интро зачем-то школьник поворачивает камеру влево, где стоит пачка с чипсами, и там появляется надпись на экране, название канала этого чувака. Я сначала думал, что там будет просто сниматься обложка играющего трека, а после чего появится какая-нибудь надпись на звание канала. Но вот этим действием, когда он повернул влево камеру, он сломал просто мою логику. И зачем-то он в конечном итоге поворачивает камеру на упаковку с чипсами. Что с этим чуваком не так? Что вообще со всеми этими челами не так? Этот же чувак удивляет меня, пожалуй, больше всех, и пока я ему присваиваю звание худшего интро. Ну реально, при чем тут вообще упаковка с чипсами? Это интро, пожалуй, даже бы не было таким убогим, если бы не было вот этого момента с чипсами. Хотя до звания настоящего интро этому интро все-таки очень далеко. Давайте отойдем от таких интро и перейдем к абсолютно другим интро. Сейчас мы с вами рассмотрим интро в Майнкрафте. Оно не будет таким, как предыдущее, как первое интро. Здесь у нас будет даже целая анимация. Но все же оно не просто так оказывается в хит-параде худших интро. Я думаю, что это реально лучший из худших интро, который не так уж и плохо в сравнении с другими интро, которые мы сегодня рассмотрели. Вот правда, еще бы качество добавить этому интро, тогда, возможно, это интро бы не попало в сегодняшний топ. Но хотя бы это интро не снималось на камеру смартфона, что уже дает большое преимущество на фоне других интро, которые мы с вами сегодня рассмотрели. Но и при этом все равно здесь так же много странностей, что ли. Я вот, допустим, не понимаю, почему этот херобрин сначала бежит, а потом неожиданно начинает тоже бежать, но не по земле, а по воздуху. Это вообще даже не похоже на то, что он там взял и взлетел. Да и даже бы, если он и взлетел, то это все равно как минимум было бы нелогично. Дальше он, скажем так, подлетает к зомби и достаточно странно сносит ему голову с плеч. Ладно, упустим этот момент, в этом интро попытались добавить крутизны. Но вот, увы, это получается плохо сделать. В конце этого интро херобрин кидает деп. Скорее всего он делает деп от крутого килла, который он только что сделал, возможно из-за того, что он побежал по воздуху. Это интро заканчивается тем, что камера просто уходит вправо. И здесь же я опять не понимаю, зачем это вообще было сделано. Но в сравнении со всеми другими интро, которые снимались вообще на камеру смартфона, здесь же пацан хотя бы не догадался взять и снять это интро на камеру телефона. Тут даже была сделана какая-то анимация, хоть она и даже достаточно кривоватая. Потому что он опять же как-то странно сносит голову с плеч, неожиданно так взлетает. Но и при этом это интро выходит на какой-то невероятный уровень из всех тех интро, что мы сегодня рассмотрели и разобрали. На этом у меня всё, сами знаете на какие кнопочки нажимать, захотите что-то написать, знаете где это сделать. Всем пока!